кажется кажется они все мертвы я остался один сейчас 23 августа 2017 года и это мое послание если вы обнаружите эту видеозапись то знаете он существует я я сожалею что я я сожалею что я не верил этому и даже высмеивал его но он существует и правда и правда очень сожалею черт всего лишь хотел снять этот обзор если вы если вы найдете эту видеозапись то значит я не смог спастись я надеюсь мне удастся что что за черт что за какого хрена а а а а И у нас есть неделю на университет. Да! Спасибо! И мы с вами закончили. Посмотрите, у меня с днем. Спасибо. А все. Все, у меня. Я с вами сниму. Мне можно всегда с вами. Мне можно снимать. Мне можно снимать. Мне надо будет. Поехали! Я вижу, что у тебя есть вещи. Держи, держи! Я вижу, что ты говоришь! Держи, держи, держи! Держи, держи! Держи, держи! Что? Что это? Какая дорога? На фазе, на фазе, на фазе, на фазе. Но это не так. Я не верю! Я не верю! Я не верю! Что ты говоришь? Он говорит с тобой! Это не верю! Это не верю! Держи, держи! Держи, держи! Держи, держи! Ты знаешь, что там, один год, у них было пять людей... Да, один год! У них было пять людей... Они были на фазе, и разговаривали на фазе, и никто не вернулся! Мы были на фазе, и мы их увидели, и все. Ты видишь, что ты говоришь? Ты говоришь, что ты говоришь? Я не верю! 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 Что ты говоришь? Встразбурге! Встразбурге! Окей, окей! Он и ва! 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 Это не тренитосрайта Фильмы ужасов на протяжении всей своей истории стремились к тому, чтобы максимально реалистично представлять показываемые события. С приходом в кино цвета, даже старые истории о Дракуле и прочих пугающих персонажах классической литературы обрели опасную натуралистичность в показе насилия. Максимальную реалистичность жанр обрел, прибегнув к мистификации, имитации реальности, характерной для направления макюментари и квазидокументального кино. В английском языке есть целый ряд терминов, пробующих описать такой вид фильмов. Макюментари, дакудрама, дакуфикшн или псевдодокументалистика. Дакудрама представляет собой драматизированную реконструкцию реальных событий. Дакуфикшн комбинирует в себе документальный игровой нарратив. Документалистика тут выражена в форме эпизодов и занимает лишь часть фильма. Остальными двумя терминами макюментари и псевдодокументалистика обозначают чаще всего полностью игровые фильмы, по форме и стилю выполненные как документальные картины. Разница лишь в том, что макюментари это скорее саркастическое произведение, которое принимает форму документалки, чтобы высмеять определенную тему. Пример – фильм «Реальные упыри». А псевдодокументалистика может носить как серьезный, так и сатирический характер. То есть макюментари можно отнести к поджанру псевдодокументалистики. Но мне бы сегодня хотелось поговорить с вами о приеме, который часто используют в подобного жанра фильмах. Found footage. Субтитры создавал DimaTorzok До свидания. На меф., я в크�имость, я coração воронку, она побородит. Она говорит « environment, можно ли, можно ли снять? Это кем пошло. Такая макюмента, это я не могу. В принципе, это макюмента, это я уехал. Вз navно, я через ее, и вот она... Равен, это коло? О, дам. Это замечается? Это было какие-то, это? Вы великая Botsacha? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Однако первые вкрапления найденной пленки можно обнаружить уже и в таких фильмах, как «Ат каннибалов» итальянского режиссера Руджеро Деодатто, вышедшего в 1980 году, в котором нам также показывают отснятый материал съемочной группы, что отправились, как следует из названия, освещать жизнь каннибалов. Однако «Ат каннибалов» задействует нестилизованное игровое обрамление найденной пленки и не позиционирует себя, как псевдодокументальный фильм. В фильме действительно убивают животных и есть новостная хроника настоящей реальной казни. Конечно, можно найти и более древние прототипы и примеры использования этого жанра в истории кино. И если сильно захотеть, можно найти отсылки к такому жанру даже в романе 1897 года «Дракула» Брэма Стокера, который можно считать прародителем жанра, потому что сама история рассказана через отрывки писем и газет, написанных персонажами фильма. Ребята! Я здесь! Али, ты где был? Ты где был? Ты где был? Ты сказали одно правило — не разделяться. Разве так сложно? Я меня прибьют здесь. Что делаешь? Куда ты смотришь? Что это? Это норка. Откуда ты знаешь? Я просто смотрю годных кинообзорщиков. Это норка. Какая норка? Это камера. Какого хрена? Давайте двигать отсюда. Каким ты гаджи? Да, двигай. Я двигай же пойму. Он обвиню по... Нет, нет. В ведьме из Блэр мы не видим ни одного убийства, но знаем, что все погибли. Также мы не видим саму ведьму и не можем судить, существовала она или нет. В данном случае зритель как бы избегает разочарования от внешнего вида антагониста, а разрешая парадокс Стивена Кинга. То, что таится за дверью или наверху лестницы, никогда не пугает нас так, как сама лестница или дверь. Детский страх потеряться в лесу в сочетании с легендой о ведьме, страхи из детства неизвестного человека и отсутствие цивилизации оказывают влияние на зрителя сразу на двух уровнях восприятия. Однако, несмотря на огромный коммерческий успех, фильм не стал жанровым хитом и не запустил моду и конвейер подобных фильмов. Но уже в 2000-х годах сразу четыре фильма запустят популяризацию этого жанра. Дневники мертвецов Джорджа Ромеро, монстра Метта Ривза, репортаж Жоуме Балагеро и паранормальное явление Орена Пелли. Али, иди сюда, иди скорее. Этот лес, эта опасность, это очень возбуждает. Я больше ждать не могу, а ты? Эй, эй, вы что-то, вы что-то делаете? Вы что-то делаете? Вы идете бейзать вот так вот. Нет, серьезно, вы не смотрели фильмы ужаса, вы не понимаете, что вот это все приводит сразу к смерти. Вы что-то делаете? Если есть маньяк здесь, это я, который будет смерть, мы знаем почему, мы знаем почему. Так, одевайся, оделась, давай. Ты попренд? Репренд-ли, c'est bon, репренд-ли. Эй, ну не va, c'est bon, on a red. У него, у него, у него, у него, у него. Давай, оператор, пошел, пошел. В одной отличной книге, которая, к сожалению, вышла только на французском языке в 2016 году, под названием «Ужас просмотра» «Terreur de voir» Стефана Бекса, автор утверждает, что всего за несколько лет около 250 полнометражных лент было снято в данной стилистике. Фильмов, рассказывающих всевозможные истории и освещающих всевозможные события. Картин всех жанров и поджанров. Не только хорроры и слэшеры, но и комедии и драмы от военных фильмов до научной фантастики были сняты. Вы спросите меня, откуда такое рвение режиссеров и сценаристов писать и снимать именно в такой стилистике? В таком стиле? Наверное, потому что киноделы осознали важность быть максимально близко к своей публике, погружать ее в реальность происходящего, предлагая ей современное, в то же время минималистическое действо, дабы та задавалась важнейшими вопросами, предлагаемыми фильмом и самим автором. Так, стоп, погодите, что-то не сходится, я ошибся в сценарии. Так, что тут написано? Секунду. Так, так. Секунду, секунду. Секунду, наверное, потому что киноделы осознали важность быть максимально близко к своей публике, погружать ее в реальность происходящего, предлагая ей современное и в то же время минималистичное действо, дабы та задавалась важнейшими вопросами, предлагаемыми фильмом и самим автором. Нет, нет, это неправда. На самом деле, такие фильмы очень дешевые в производстве. Промокомпании не требуются, или же их запускают через интернет, и потому что в истории остались воспоминания о двух самых окупаемых фильмах. Ведьма из Блэр и паранормальные явления, что окупились более чем в 13 тысяч раз. Именно это и натолкнуло творцов на мысль о том, что достаточно взять в руки дешевую видеокамеру, начинающего актера, ну или же просто свою сестру на главную роль, чтобы в кинотеатре все падали в обморок от великолепия и органичности происходящего. Но достаточно взглянуть на ситуацию со стороны, чтобы понять, что весь успех таких фильмов – это лишь вершина огромного айсберга, что на 80% состоит из проходных картин, которые вы забудете после первого же просмотра. Если дотянете, конечно, до конца сеанса. Но все-таки есть и позитивные стороны, а точнее – возможности и свободу, которые по-настоящему предоставляет фаунфутаж авторам. Продолжение следует... Поверьer на исполнителı. Огонь! Выбавшиеся! Похоже, иди отверстия! Предметырести, чтобы стремиться с атмосферами! Отдевайся! Артем, ты и ещё? Я не оформляю! Я ортен! Артем, ты вот здесь? Я либо. так нет 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 ты с ума сошла не скажи ты упала при на ровном месте тебе даже камня нет ты хочешь своей смерти ты чё смотришь что смотришь встала ушли давай готов в фильмах такого типа камера не просто является частью происходящего а помещается в руки одного из главных героев фильма получается что в отличие от классического кинематографа автору важно оправдать почему камера снимает в тот момент когда она собственно снимает и само такое условие обстоятельства как постоянно включенная камера волей-неволей заставляет режиссера наполнять кадр более-менее значимыми событиями и оправдывать камеру как персонажа повествования и само собой необходимость самой съемки происходящего равно важно не только для зрителя но и для всех действующих лиц фильма почему камера снимает даже в самые сложные страшные моменты почему персонажу просто ее не бросить поэтому чаще всего сам контекст заставляет режиссера делать из процесса съемки вопрос жизни и смерти для персонажа у которого эта камера на плече именно этот момент для меня лично очень интересен именно тут таится магия хорошего found footage фильма в том что неосознанно авторы коснулись важнейшей краеугольные для кинематографа темы камера это оружие снимать равняется защите или нападению что дополняется современными актуальными проблемами общества что касаются изображения и того как она может быть использована пропаганда авторское право съемка запрещенных объектов цензура и прочее как вы могли заметить я еще пока ничего не сказал о паранормальном явлении самом кассовом фильме истории кинематографа и самом популярном found footage фильме прости меня ведьма из блэр это потому что фильм хоть и не идеален но очень интересен и о нем нужно поговорить основательно смотрите сами в чем фильм хорош так это в том что в нем на максимум используется сам концепт найденной пленки к примеру в дневниках мертвецов ромеро один из персонажей находит вторую камеру что позволяет режиссеру использовать восьмерку в фильме то есть режиссер как бы нарушает минимализм в паранормальном явлении всего этого нет минимум эффектов минимум монтажа и заметной режиссуры что естественно плюс и что выгодно его отличает даже от своих же продолжений как примеру в третьей части которая по сюжету является приквелом и чья история протекает 80-х годах фильме используется изображение современной камеры изображение которого не могло априори быть в то время поэтому в этом аспекте фильм безусловно интересен однако и подобная реалистичность и отсутствие монтажных эффектов может сделать фильм скучным поэтому для того чтобы двигать историю вперед режиссер заставляет своего главного героя поступать часто нелогично и странно реагировать на обстоятельства что делает из него скорее антипатичного персонажа и заставляет зрителя меньше ему сопереживать понимаете фильм очень спорный поэтому этот фильм как и весь фаунд футаж в целом часто критикуют многие кинокритики критикуют его именно за его простоту и за то что сама режиссура незаметно и позволяет режиссеру проще говоря расслабить булки но это не совсем так сейчас все объясню на сегодняшний день кино называют седьмым искусством но так было не всегда начале 20 века многие считали что кинематограф создан лишь целью снимать настоящее искусство будет театральная постановка танец пение и прочее однако каждый вид искусства обладает своим собственным набором инструментов как примеру ноты и аккорды для музыки поэтому кино и можно считать отдельным видом искусства так как она имеет такой набор инструментов и специальную лексику план кадр наезд восьмерка монтаж снято и тому подобное отталкиваясь от этого можно сформулировать следующую мысль хороший точнее правильный фильм это тот фильм который грамотно в своей базе используют собственные инструменты именно поэтому в кино не принято и даже осуждается делать так называемый театральный фильм театральщину фильм что рассказывает а не показывает так как ни жест ни слова не могут помочь автору в создании фильма так как они помогают режиссеру в театре в постановке пьес это то же самое что прийти в музей посмотреть на картины а вместо этого обнаружить на стене словесное описание произведения искусства так вот в случае паранормального явления эти инструменты использованы так что сцены построены на принципе оставить камеру снимать пока мы спим поэтому многие считают что такой подход в корне неверной и провоцирует появление той самой театральщины однако не все так просто в кино не существует одной единственной верной формы повествования к примеру русские а точнее советские формалисты кулешов и прочие считали что ядро кино его база как вида искусства скрывается именно возможности монтировать в монтаже так как говоря простым языком нигде помимо кинематографа анимации телевидения монтаж не существует с другой стороны многие режиссеры были не согласны с этим утверждением и часто использовали и используют как контраргумент планы сняты одним кадром однокадровое кино и находили это ядро ядро искусства именно там потому что такой прием позволяет снять движение реальности что также эксклюзивно для кинематографа андре базан французский кинокритик утверждал что постоянное использование монтажа приводит скорее к упрощению и помогает скрыть недочеты и что применение съемки одним дублем просто необходимо и если отталкиваться от этой точки зрения которая естественно имеет место быть и посмотреть на паранормальные явления внимательнее то можно заметить что то что нам кажется отсутствием режиссуры на первый взгляд на самом деле и ей и является так как весь фильм выстроен на принятие режиссером целого ряда важных решений к примеру все что касается того что по принципу found footage остается за кадром то как снимает камера оставляя саспенс и все мистическое вне поля зрения камеры и главного героя этот выбор и является манипуляцией зрителем инструментом режиссера для провоцирования страха главный секрет успеха found footage фильмов в целом в их нацеленности на максимальное включение зрителя в создаваемую кино реальность кастинг смотрящихся в кадре но неизвестных актеров участие камеры в событиях оправдание обстоятельства включенной камеры и так далее все это выбор режиссера и является режиссурой в чистом виде и паранормальное явление очень интересный пример не без недостатков конечно но безусловно заслуживающие внимания подводя итог и говоря о найденной пленке как приеме хоррор фильмов сегодня то не все так радужно к сожалению именно из-за своей популяризации жанр быстро приел со зрителю и публика осознала что на экране все же играют актеры поняла правила игры и как следствие перестала бояться а фильмы начали терять свою актуальность все закончилось до ничего себе поездочка очень странно как-то все вы не находите что все как-то очень просто закончилось как-то все очень борис 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 все в порядке борис я чувствую силу а кто же еще то тебе нужно от нас просто поболтать а и и и и и и Секунду, да что тебе нужно? Файнфутаж — мертвый жанр для кинематографа, но вполне себе живой для свободного творчества. Кому люди будут верить с большей охотой? Актерам на больших экранах, которые, скорее всего, увидели в других фильмах, или же блогерам? Единственное отличие — в кино это делают качественные и делают актеры, а на ютубе это делают блогеры. Безработные люди, не суть. Я говорю о том, что Файнфутаж жив и даже может развиваться. Кто на ютубе этим занимается? Дима Масленников, Алло, я бездарь, Эни Бэджик, Лэджик, Смэджик? Многие блогеры стараются обмануть своих зрителей, а не поселить их в сказки. Они питаются за счет детского доверия в основном. К сожалению, Файнфутаж превратился лишь в аттракцион для маленьких детишек, которые верят в сказки и привидений. Файнфутаж можно развить и сделать невероятно крутым жанром здесь, на свободной площадке. Но пока что никто серьезно этим не занимался. Согласись, странно сначала показывать призраков, а потом сидеть, опробовать лайфхаки с клеем. Не очень-то вызывает доверие, правда? Зачем ты мне все это рассказываешь? Я хотел тебе помочь. Ты же вроде СС пишешь, разве нет? Он даже помощника отправил, чтобы условия обсудить. Такой здоровый, с длинными волосами. Он немного жутковат, но у меня не так много знакомых во Франции. Так или иначе, он должен был с тобой связаться. Разве он это не сделал? Единственное время … Давай! Все все ты ищешь! Все ты твенков! Все ты исток, давай! Наконец-то! Правда, нет! Поехали! 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 Основременно! Криба! Нет никакого места! да ничего просто поворот не туда подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик и это кстати я там завел свой патреон вы можете нас поддержать если вам нравится то что мы делаем и вообще твою мать откуда же ему знать что в этом лесу так много ямок и кочек мне они не ящиц этом кожи не потемнел и грудь у меня не выросла чтобы подог таким тупым тупым образом я вижу заправку в там помнится был какой-то кривозубый дедок который направил нас сюда но он по крайней мере чаем еще нас напоил может у него удастся узнать как отсюда выбраться а а а а Субтитры создавал DimaTorzok